Вот хоть мы и понимаем, да, что Кадыров, конечно же, не посмотрит эти свои слова и сквозь землю не провалится, но он-то понимает всё равно, он эти чувства-то испытывает, он ведь понимает, что всё, что он говорил вчера, это сейчас против него. В том числе, слышал песню Ольга Альтимирова «Я за Россию с братьями любой ценой, как он от души поёт». Я знаю, о чём, о какой песне ты говоришь. Так, двадцатый Куян Квась. Тумсо, правда, что у Адама Кадырова большой автопарк и он предпочитает заднеприводные машины? Да, это правда. Это правда. Дуки, сааму алейкум. Тумсо, вернись. Козлы наглеют. Как бы ты оценил сегодняшнее состояние верхушки Кадырятника? Такое чувство, что они все спрятались в кусты. По наблюдениям, кажется, что они очень растеряны. Я, наверное, не разделяю это мнение. Я не вижу там какой-то растерянности. Я вижу просто безмерную наглость, бесстыдство. Вот хоть мы и понимаем, что Кадыров, конечно же, не посмотрит эти свои слова и сквозь землю не провалится. Но он-то понимает все равно, он эти чувства-то испытывает. Он понимает, что все, что он говорил вчера, это сейчас против него. Что он на месте тех людей, которых он вчера критиковал. Призывающих, но своих детей не отправляющих. Своих детей отправляющих в вузы, а чужих отправляющих на смерть. Он сейчас на этом месте. И он это прекрасно понимает. Поэтому просто сейчас нужно ему об этом говорить не только мне и людям с этой стороны, но и также тем людям, которые там, в Бахмуте, родственникам тех, кто в Бахмуте. Осторожно как-то. Я не знаю, у меня нет предложений, как это сделать. Точнее, я, конечно, мог бы какие-то предложения сделать, но публично опять-таки это делать нельзя. Они предпримут меры. Но я знаю, что есть способ, и не один, как это сделать, как между собой скооперироваться. Создать какие-то группы родственников, тех, кто уже погиб или находится там. Затем в этих группах анонимно, там, поначалу какие-то предпринимать координированные действия. Это можно делать. Не просто так же отправлять этих своих детей на убой и потом ждать их тела. Это тоже не выход. Немецкий солдат, германский рейх Салам, брат, смотрел Чигадарька. Там кричат, что семьям, участникам СВО, погибшим и раненым, будут прощены кредиты и ЖКХ. Да, кредиты в исламе запрещены, но их прощает шайка хранителей Корана и Сунны. Парадокс. Ну, здесь, честно говоря, с точки зрения ислама, говорить не приходится, я думаю, об этих вещах там. Если бы это были какие-то исламские власти, и они бы кому-то, допустим, прощали бы, за кого-то, например, закрывали бы эти кредиты, чтобы этих людей избавить от кредитов, это было бы нормально. То есть, если бы какие-то люди попали в какой-то грех, и эта власть способствует тому, чтобы они из этого греха вышли, это было бы нормально. Но это вообще не та ситуация, тут говорить о исламе, о исламе здесь нужно говорить вообще в принципе, то есть с точки зрения, что это сама по себе и эта власть, и все, что там происходит, это анти-исламские вещи, это противоречит исламу. Тумсо, а когда пропали твои старые донатчики? Тот же Япон, который несколько лет донатил, и тот пропал. Наверное, ты им не отсягнул чисто по-братски, вот и пропали, говорит. Я не знаю насчет остальных, но Япон никуда не пропал, Япон находится со мной на связи, наверное, сейчас просто он не может смотреть эфир, а так Япон никуда не пропал. Япон наш брат и постоянный зритель, донатер. Бараку лоху фикум всем, кто поддерживает. Тумсо, слышал песню Арве Альтимирова, я за Россию с братьями любой ценой, как он от души поет. Я знаю о чем, о какой песне ты говоришь, не то чтобы я сидел ее и слушал, но я слышал. И я испытываю чувство вот этого испанского стыда, когда это смотрю. Я не знаю, мне не по себе, реально не по себе. Когда ты действительно у себя внутри что-то ощущаешь, какой-то дискомфорт. Бывает такое? Вот у меня реально бывает такое ощущение. Я не могу как-то спокойно это смотреть. Я страшно рефлексирую по таким вот вещам. Скажи, как закончится война в Украине, чем закончится война, в чью пользу, как думаешь ты всесторонне развитый, брат. Я не военный эксперт. Тем более не умею давать такие далекие прогнозы. У меня есть вещи, которые я могу прогнозировать. И у меня не получается так делать. Но это не публичные вещи. Бывает, что-то такое на своем каком-то уровне. Слышу и делаю себе какую-то пометку. Я обычно делаю это в заметках у себя в айфоне. А у заметок, знаете, есть такая тема, что ты когда-то ее сделал, там отмечается дата. И если ты ее не изменишь, то там дата тоже не изменится. И вот потом я так проверяю и нахожу часто, что какие-то мои прогнозы, они осуществились. Но это на моем уровне, это какие-то маленькие прогнозы. Они могут касаться какого-то человека, того, что он завтра будет говорить, что он там сделает, какие предпримет действия. Но в глобальном смысле предсказать целую войну, как она закончится, ну это сложно. В целом войны обычно заканчиваются либо столом переговоров, либо капитуляцией. Поэтому здесь, конечно, большая вероятность, что это все закончится за столом переговоров. Тем более сейчас даже со стороны Украины большинство таких известных ораторов потихоньку подготавливают людей именно к этому. Что в конце концов нужно сесть за стол переговоров. То есть они готовят к тому, что нужно будет делать, на какие-то уступки идти. Поэтому самая вероятность сценария, конечно, такой. Ну и капитуляция, в принципе. В принципе, все в этой жизни возможно. Поэтому, ну это маловероятно, но возможно. Как ты относишься к первому президенту Чеченской Республики Горо и России, Ахмад Хаджи Кадырова? Я к нему отношусь как к предателю. Когда-то я сказал, что я презираю память Ахмада Хаджи Кадырова. Он предатель чеченского народа, сказал тогда я. И за это мне объявили кровную месть. Вот. И я до сих пор продолжаю это говорить. После этого прошло 4 года. Я сказал это в 2019 году. Прошло 4 года. Кровная месть не осуществлена. Я до сих пор, хвала Аллаху, жив. И продолжаю говорить то же самое. И стою на этом же своем мнении. Что скажешь про нападение на Милашину? Нападение на Милашину с точки зрения официальной пропаганды. Это какие-то агенты Запада высадились в Грозном в полной амуниции с оружием на нескольких машинах, на двух как минимум. Приехали в аэропорт. Дождались там Милашину и Немова. Затем совершили на них нападение. Избили их. И потом беспрепятственно скрылись. Удивительно, да, вот такое, сказать такое, и после этого на каких-то серьезных щах там людям о чем-то что-то объяснять. Такое ощущение, что ответственность за свои слова, ответственность перед людьми, просто какое-то лицо, бывает, которое тебе нужно сохранять перед людьми, чтобы тебе, ну, чтобы хотя бы с твоими словами кто-то считался, чтобы их могли, в принципе, рассматривать. Вот вообще этого нет. Ну, как можно, когда власть официальная, представляете, говорит, это западные какие-то там спецслужбы, но они могут же не понимать, что за этим следует, что это западные спецслужбы. Они либо кого-то наняли здесь, либо они приехали, ДТРГ, да, диверсионная разведывательная группа какая-то западных спецслужб, приехала и совершила это нападение. И после этого дальше рассуждать о том, что это один из самых безопасных регионов, самых стабильных, тут у нас все под контролем. Удивительные, конечно, вещи. Конечно, нет никаких, да, сомнений в том, что это за этим стоит, стоят гадыровские силовики. В принципе, я смотрел интервью Немова и смотрел интервью Милашиной, они тоже об этом говорят, да, там более аккуратнее, но они тоже понимают, что с ними произошло. Да, и не могут не понимать. Весь мир это понимает прекрасно, но они все равно без стыда и совести говорят о том, что это какие-то там западные спецслужбы. Бывший корон. Асаламу алейкум. Маршалу алейкум. Томсок Антон Аллаха. Маршал Дойл Кадыров не чувствует ничего и тем более не стыдится ничего. Там другой уровень наглости, тупости, который нам не понять. Алейкум асаламу алейкум. Соглашусь. Джанго. Асаламу алейкум. Томсок Маршалу алейкум. Ну а помнишь, в начале войны в Украине был проработан вариант и были контакты для тех, кто решится сдаться в плен. Есть ли вариант эту тему как-то заново поднять? Алейкум асаламу алейкум. Да, есть. И вообще эти схемы, они рабочие. Просто нужно выходить на связь. И надо понимать, что это непростые такие процедуры. Это не делается там одним днем. И тот человек, который решит это сделать, он должен будет взять на себя определенные риски. Просто нужно это понимать. Но так тема это рабочая. Субтитры создавал DimaTorzok